Приветствую вас. В первую очередь, хотелось бы выразить вам свои соболезнования по поводу потери близкого человека. Вот. Это всегда очень тяжело, ужасно, трагично. Я думаю, что для вас это серьезное потрясение, если не сказать больше, что это правда, которую вам предстоит в любом случае преодолеть, предстоит в любом случае пройти. Вот. Я думаю, что вы обязательно с этим справитесь и вынесете для себя некий опыт, каким бы он ни был. Вот. Соответственно, для помощи вам, для того, чтобы понимать лучше всех, как именно, допустим, вас поддержать и какие именно чувства вы используете, испытываете. Вот. Конечно, гораздо лучше было бы, если бы вы написали о том, кого именно вы потеряли, да, то есть это человек, ваш родитель, ваш друг, ваш коллега, ваш любимый человек. Ну вот. И так далее. Это, конечно, было бы очень здорово. Смотрите, значит, ответ на ваш вопрос в любом случае. Завидит от того, каких конкретно моделей восприятия реальности вы придерживаетесь. То есть, признаетесь ли вы, например, верующим человеком, или вы неверующий человек. То есть, какое важное мировоззрение. Вот. С точки зрения психологии, да, существуют определенные стадии, которые нужно пройти для того, чтобы пережить потери, потерю близкого человека. Вот. И, конечно же, для вас будет лучше, если вы эти стадии пройдете под руководством психолога, да. И будет лучше, если вы, конечно, предпримите ряд шагов для того, чтобы человек отпустить. То есть, вполне вероятно, что вы его еще не отпустили. Ну так или иначе, чувства, которые возникают у каждого из нас при потере близкого, ну вот, их нужно прожить. То есть, важно, чтобы вы не распривали эти чувства, да, чтобы вы их выражали адекватно. И так далее. Вот. То есть, тут важно определить, на какой вы стадии находитесь, сколько времени прошло. Ну, с момента потери близкого человека, кем он был для вас. Вот. И так далее. Смотрите, вы пишите, что внутри вас пустота. Сама по себе, пустота, означает, что человек, да, означает слишком много. Очень много. То есть, своего, своего у вас не остается. Своего у вас недостаточно много. То есть, ну, именно, именно своего, именно своего у вас не так много. И с этим, конечно, нужно разбираться, в любом случае, почему у вас немного своего, почему вы испытываете пустоту. Вот. С чем она связана, это пустота. То есть, иногда, очень часто, люди не могут отпустить, а, может, от близкого, близкого человека, да. Не могут отпустить именно по той простой причине, что испытывают чувство вины перед ними. Вот. То есть, человек чувствует себя виноватым при тем, кто ушел. Вот. И, соответственно, из-за этого переживание усиливается. Вот. Чувство вины, конечно, является надуманным, сильным. Чувство вины является иллюзорным, да. Чувство вины является, в данном случае, деструктивным. Потому что не несет ничего положительного для человека, да. То есть, вот вы, вы себя вините. Вот. Ну, допустим, вы себя в чем-то вините. Вот. Это не является тем, что вам идет на пользу. Ну, потому что страдаете только вы. Вот. А человек, если он относился к вам искренне, да, искренне, искренне, по-доброму. Вот. Он бы никогда не, никогда бы не позволил, чтобы вы, соответственно, страдали. Вот. Вот. Поэтому здесь вот число вины необходимо идентифицировать, если оно есть. Вот. Для того, чтобы оно не влияло, не влияло на вас. Вот. Дальше. Дальше. Значит, значит, следующий аспект, который я хотел бы заметить, это то, как вы воспринимаете потерю своего близкого человека. То есть, есть ли у вас, во-первых, возможность высказаться, ну, то есть, высказаться, выговориться на эту тему, да, выразить как-то свою боль. Вот. И как вы понимаете его уход. То есть, здесь очень важно понимать вашу мировоззренческую позицию, которая у вас есть, да. То есть, если вы человек верующий, то, соответственно, тут нужно обращаться, обращаться к Богу, да, тут нужно обращаться, соответственно, к религии, вот, в зависимости от того, какой, какой, какой вы религии, да, то есть, ну, к какой религии вы себя относите. Вот. Я даже здесь не берусь ничего предполагать, потому что, в зависимости от того, какая у вас религия, религия, а тут уже могут, могут быть свои рекомендации. В частности, обращение к соответствующим специалистам в области именно той религии, к которой вы принадлежите. Той веры, к которой вы принадлежите. Вот. А если же вы являетесь неверующим человеком, да, то в таком случае здесь я рекомендую вам обратить внимание на то, кем человек был при жизни, чего он хотел. Сейчас я напишу, чего он хотел для вас. Ух ты, понятно, что вам тяжело сейчас, понятно, что вам плохо сейчас, это понятно, безусловно. Ну вот. А, но и вы, постарайтесь понять, что вот вы по человеку тоскуете, да, сейчас, вы жалеете о том, что он нашел, если вы хотите быть к нему ближе, да, если вы хотите, чтобы он не исчез из вашей жизни окончательно, то лучшее, что вы можете сделать, это воплотить его желания. Если они, эти желания, они являются чем-то таким, да, чем-то деструктивным по отношению к вам. Вот. То есть подумайте, просто подумайте, что человек хотел бы для вас, подумайте, что человеку, что человеку нужно было для вас, и постарайтесь это реализовать. Вот. Это лучшее, что вы можете сделать, если хотите быть к нему ближе, к человеку, который ушел. Вот. Так же, эээ, обратите, обратите внимание, да, на память о нем, об этом человеке. То есть вы, пока помните о нем, он будет с вами. Вот. И пока вы помните человека как личность, вы можете прикручивать к его мнению по поводу тех или иных вещей. Вот. Проговаривать его отношение к вам. Вот. И таким образом быть к нему ближе. Да, человек физически ушел, физически ушел, но в вашей памяти, в вашем сердце он будет продолжать жить. Еще немаловажный момент заключается в том, чтобы вы для себя определились, что вы потеряли с его уходом. Да? То есть вот именно конкретно, конкретно, что вы потеряли. То есть чего вы лечились в результате того, что человек от вас ушел, ну не от вас ушел, а вообще ушел. Вот. С чего вы потеряли, с чего вы лечились. И.. эээээээээ... когда вы пройдёте всё встать, и когда вы вырастите свою боль, вот, будете выражать её столько, сколько нужно, вот, когда вам, соответственно, станет легче, вот, а чтобы вы после этого ориентировались именно на то, что вы потеряли. В результате, ну, вот, того, что человек ушёл, понимаете, от чего вы решили. Потому что, если ничего не делать, если ничего не сделать, то очень большая вероятность существует того, что вы снова и снова будете возвращаться к таске о человеке, вот, но уже не о самом человеке будете вы переживать. Переживать, геревать, сокрушаться, да? Это не будет такая грусть. Это будет грусть, скорее, уже больше нацелена на вашу потребностную сферу, да? То есть, чего вы решили в результате потери человека, близкого, вот, и, соответственно, это будет уже как проявление невозможности удовлетворить свои, свои желания, которые ранее удовлетворялись с помощью этого человека, вот. Тогда в любом случае требуется, ну, потребуется в любом случае, ага, скорректировать своё поведение, да, менять его и так далее. Вот. Значит, подумайте, чего человек для вас бы хотел. Да? То есть, вот, просто подумайте, чего бы он хотел для вас. То есть, если человек, соответственно, нас любил, да, вами дорожил, то всё бы он хотел для вас, и насколько вот то, что вы делаете, да, насколько то, что вы сейчас делаете, соответствует тому, что человек, ээээ, ну, для вас хотел. Вот насколько, если вы его любите, то вы хотите, чтобы он был счастлив. Вот. Если вы хотите, чтобы он был счастлив, то нужно сделать, сделать что-то, что сделает его счастливым. Да? Вот это вы хотите, чтобы вот его смерть, да? Чтобы человек не исчез бесследно, скажем так. Вот. Вне зависимости от того, какой вы веры. Вот. Если вы хотите, чтобы человек не исчез бесследно, то вот нужно, соответственно, воплотить в жизнь то, чего человек готов для вас. И это, по сути, и станет основанием для того, чтобы вам начать свое вот освобождение от того негатива, который сейчас, сейчас присутствует. Вот вы говорите, что чувствую, что сейчас накроют. Да? Но вы пишите, что чувствую, что сейчас накроют. А что именно накроют? Вот. Что конкретно накроют вам? То есть, что вы чувствуете? Конкретно. Конкретно и по факту. Что вы чувствуете? Какие это чувства у вас? Вот. Как они, эти чувства, да, могли бы выражаться? Вот. Это важно. Обязательно об этом подумайте. То есть, что конкретно вас накроют? Вот. Ну и, понятно, что, скорее всего, вам нужна помощь. Понятно, что, сами вы, возможно, не справитесь. Понятно, что требуется поддержка. Ну, тут уже все зависит от вас, да? То есть, если вы захотите, то помочь вам, конечно же, можно и даже нужно. Ну, а если вы обратились просто за советом, да, то тут уже вам решат. Иногда, иногда, рекомендуют не оставаться в одиночестве. То есть, иногда, вот, рекомендуют именно быть с кем-то, получать новые впечатления, как можно больше новых впечатлений получать. Даже если не хочется, получать новые впечатления. Не важно, все равно стараться их получать. Вот. Ну, я не знаю, насколько этот совет относится к вам, да, насколько этот совет можно относится к вам, я не знаю, потому что у меня нет представления о том, что чувствуете вы. У меня нет представления о том, насколько у вас, именно ваша, вот, социальная среда позволяла реализовать эту идею, вот, идею о том, чтобы не оставаться одной, там, и так далее. Вот. Ну, я рекомендую обратить на это, опять же, внимание. Да? Вот. Ну, и в идеале, в идеале, вот, самое лучшее, что вы можете сделать, да, это все-таки, конечно, не переживать то, что происходит, да, так вот. В прямом смысле слова, не переживать. А лучшее, что вы можете сделать, это именно раскрывать твою боль, открываться ей, не бояться ее, не избегать ее, вот. А, и, соответственно, позволять ей, может быть, вас охватить, может быть, вас обнять, вот, и так далее. Вам нелегко, я прекрасно это понимаю, что вам нелегко, вот, но, раз вы оказались в этой ситуации, то, мне нужно адаптироваться, мне нужно адаптироваться, и тут очень важно себя не заставлять ничего делать. Да? То есть, ну, помимо, вот, пожалуй, столько лишь новых впечатлений, да, которые вам рекомендуется получать, и помимо того, чтобы не оставаться одной, вот, а важно ничего, ничего себе не заставлять. То есть, если вы не хотите, допустим, что-то делать, да, ну, что угодно, вот, то не надо, в таком случае. Если не хочется чего-то, то не надо, хочется поплакать, поплачьте, хочется там что-то еще сделать, да, здесь сделайте. То есть, вот, что угодно, что угодно, лишь бы вы были, ну, относительно свободны, да, в проявлении своих чувств. Вот. Я думаю, так, можно вам помочь, безусловно, более эффективная помощь может быть вам предоставлена, если вы поработаете индивидуально с психологом. Вот. Значит, тогда вам будет гораздо легче, потому что вы можете уже психологу раскрыть непосредственно свою историю боль, а сейчас, сейчас вы не предоставили почти никакой информации, вот, о себе и, соответственно, даже никакой, а, никакой конкретики вы не предложили. Вот, то есть, здесь, на самом деле, ну, то, что можно сделать, да, это, вот, ограничиться, а, какими-то такими отдельными, вообще, советами, да, отдельными рекомендациями, а, зачастую, зачастую даже, а, слишком общими, вот, которые вам, может быть, даже не подходят, вот, но, в силу того, что больше никакой информации нет, то, вот, чтобы вам помочь, остается подлагать это. Вот, обратите внимание еще раз на ваше отношение к себе, да, то есть, в каком контексте вы воспринимаете уход человека, да, то есть, вините вы себя или нет. Если вы себя вините, то это отдельная, отдельная проблема, которая будет мешать вам двигаться дальше. То есть, с чувством вины нужно работать, можно и нужно работать. Вот, это обратите внимание отдельно и в любом случае. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог, хотя, конечно, вашего близкого человека это безусловно не вернет. Вот, но, как бы там ни было, близкий человек, он ушел, вы остались, вам нужно жить дальше, ради его памяти отчасти, но, в принципе, ради себя. Вот, поэтому, поэтому, относитесь к себе с заботой, да, и позволите себе выразить свои чувства, позволите себе проявить их, позволите себе, быть, может быть, слабой, вот, для вас это будет только на пользу, то есть, не стесняйтесь, ага, ну вот, не стесняйтесь, а-а-а, против себя, да, быть слабой. Вот, чем, чем лучше, чем лучше вы, появитесь в свою слабость, вот, тем, соответственно, качественнее и быстрее вы восстановитесь и сможете двигаться дальше. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... ... ...